Это полость, заполненная жидкостью на месте удаленной части мозга. Чтобы спасти дочь, они приехали из Башкирии. Сложная операция позади, но мать просит не показывать лица девушки. От эпилепсии дочь мучилась с детства. В последнее время приступы участились. Какие-то секунды замирала, надешала, просто стояла, потом проходила вот это. И засыпала она. На этот раз участок мозга, провоцирующий приступ, и врачи ликвидировали хирургически. Но эпилепсию лечат и при помощи слабых электрических волн. Когда есть ситуация, что резекционная операция не показана, не поможет, мы видим, что есть двусторонние поражения, можно провести нейростимуляцию, чтобы уменьшить количество приступов и улучшить качество жизни пациента. Где вы чувствуете парастезию в грудной клетке? Током пробивает вот эту вот часть. А Константина Петрова нейростимулятор спас от инфаркта. За 4 года их было уже 6. Прибор, подающий импульсы, врачи установили мужчине под кожу живота. С тех пор у меня, как прибор поставили, инфарктов нет. В больницах я вот уже сейчас, полтора года, я уже вообще даже к врачам не хожу. Еще где-то ту же точку надо поискать. Так хирурги прозванивают нерв, отвечающий за движение кисти руки. Иногда он сдавлен из-за травмы или нагрузки, например, у компьютерщиков, педагогов или швей. Сначала болят пальцы, потом они теряют чувствительность и не сгибаются. Раньше требовалась операция с хорошим разрезом. Теперь врачи восстановят кисть через два небольших проколов запястья. Не останется даже шрамов. Мы имеем возможность разрезать связку и освободить нерв. Это очень кратковременная операция, полностью под контролем глаза. Эндоскопическая техника дублирует изображение на мониторе, но в паре с хирургом работает нейрофизиолог. Он с помощью электрических импульсов проверяет нервную проводимость до и после вмешательства. На первый взгляд ответ увеличился в несколько раз. То есть мы видим улучшение проведения импульса по срединному нерву. Новую методику нейрохирурги освоили год назад, и операции быстро стали востребованными. Но с помощью нейростимуляции электрическим импульсом здесь лечат и другие недуги. Например, болезнь Паркинсона или болевой синдром позвоночника. Юлия Сауляк, Александр Изосимов, Тюменское время.